Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья и вы снова на канале Еврофланд Лайф. Садовые герои. Вы не представляете, как приятно, что идею садовых героев подхватили наши зрители. И список настоящих садовых героев расширяется, как и расширяется его география. Садовые герои теперь не только первая настольная игра для настоящих садоводов, но и маленькое сообщество абсолютно разных людей, объединенных любовью к растениям. Сегодня я хочу познакомить вас с героями из Нойного Казахстана, сынной и Денисом. Ребята прислали столько своих зарисовок, что нам хватило аж на три сюжета. В первом сюжете нам проводят маленькую экскурсию по загадочному Актюбинску, а в других знакомят с семьей и своим садом. Итак, привет из солнечного Казахстана. Видос идёт? Да. Всем привет из Казахстана. У нас сегодня жуткое испарение после вчерашнего ливня. На улице где-то 35 градусов. Вот бараны всякие тут и ходячие, и ползающие, и те, кто на колесах. Мы едем по делам. Испарение бешеное. Жарковато. Как говорит Наталья, в Петербурге думают, что при температуре плюс 35 и жёстким испарением жизни нет. Ребята, жизнь она существует, а в машине 40 лет. Так что всё нормально. Без кондёра. Без кондёра мы нормально, короче. Ты не сам. Да, вот так. Это Денис, это Инна. Ну, логично, что Денис с бородой, Инна без бороды. Мы просто очень любим растения. Всё, точка, это краткая история нашей жизни. Мы хотим немного рассказать про наш славный город. Можно всю информацию найти в интернете. А почему меня не видно? А вот там, почему меня не видно, говорят. Это тоже мелкие подрастающие садоводы. Любят растения. Какие у нас растения есть, дочь? Дочь, растения какие у нас есть? Елочки, ещё что? На П, что у нас растёт? Машины. На П, что у нас растёт? Пу. Забыла? Машины растут. Машины растут? Машины, да, у нас в Камре 70-ка растёт. У нас, да, вон, такие, тихо, условия такие серьёзные для разных растений, для видов, для сортов. Правильно, берёза растёт. То есть, у нас с летом бомбит до плюс 45, с ветром 18-20 метров в секунду. И зимой у нас до 40 доходит до минус. Так что, в принципе, многое, что растёт интересное. По городу озеленение у нас. Ну что, в основном это Карагач. Если литературно, по-научному, это вяз мелколистный. Очень много вяза, очень много тополя. Немного у нас берёз, немного хвойных растений. Наш Акимат всё это каждый год пытается высаживать. Всё, в принципе, получается, но очень медленными темпами, потому что тратятся большие деньги на это. Но соответствующего ухода за растениями, именно похвойными, я имею в виду, нет. Поэтому большое количество хвойников горят, их убивает пыль с дорог, ну и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что этот вопрос будет решаться с каждым годом. Всё, мы видим, что больше и больше денег вкладывают в озеленение. Это очень сильно радует. Ну вот, едем по проспекту. Вот, обрезку им сделали, обрезали. Наверное, хотят карагать, что они ватчут. И вот, картина не меняется. Едем, едем, картина абсолютно не меняется. Дожми здесь паузу, там дальше будет. Молодец, доченька, браво, браво. Браво, 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 молодец. Вот, пытались в этом году, в прошлом году озеленение сделать, то есть посадили елей. Вот сейчас где-то здесь они у нас будут. Но они, походу, все половина погорели. Вот они стоят в страшном состоянии, в страшном состоянии. Они все сгорели, потому что и к банкули, и за ними должного ухода вообще абсолютно не было никакого. Поэтому просто выкинутые деньги на ветер, я думаю, что до конца мая, до конца июня они догорят. И останутся превосходные палки из еле обыкновенной. А вот сейчас специально завернем вот сюда. Покажем то, что посадили когда-то в Советском Союзе. Это вот, да, маленькие, маленькие оазисы нашего города, которые есть. Вот такие вот моменты бывают здесь. Вот это стоит с советской эпохи. Эти прекраснейшие ели перед одним ресторанчиком смотрится просто бомба. Но этого очень мало у нас в городе, очень мало. Ну вот так, короче, мы веселым семейством, хотел сказать, пчеловодов, растениеводов. Короче, угораем. Самое любимое озеленение в нашем городе это пирамидальные тополя. Они есть перед каждым частным домом. Да. Они папа. Я мамочка. А я папа. Я папочка. Высшее авиационное училище, кстати, очень хорошее. Знаменитое вообще. Знаменитое, да, по Союзу, по Советскому пространству. Очень классные ребята здесь. Вот. Чуть нашего города. Да, чуток. Это, Вася, болотной дом стоит, а здесь конкретные крутые ребята живут. Четкие такие там пацанчики. Сейчас немножко ездили по делам тоже к одному человечку, который хочет хороший сад сделать. Немного занимаемся ландшафтным дизайном. Посадкой, стрижкой топиариями, подготовкой растениями к зиме. И, в общем, все, что связано с современным огородом. Часть у нас, можно сказать, самая зеленая. То, что осталось из Советского Союза. Вот у нас есть вот такие скверики. Вот они. Это парк Пушкина. Здесь прошло мое детство. Очень люблю этот район. Вот он. Наш замечательный парк. Самый настоящий. Не юрт, а парк. Это тот район, где мы живем. Называется он поселок Заричный. Район бывшего старого ипподрома. Бывшие дачи. Это один из немногих оазисов, который сохранился в нашем городе. Где очень много зелени. Прям очень много зелени. Ну, конечно, мы не будем сравнивать с другими городами, где еще ее больше. Но для нашего города это считается, что очень зеленый район. Потому что здесь у нас растут хвойники, елки, сосны, туи, дубы, березы. Все, что, ну, очень много деревьев. В очень крупном, достаточно большом размере. Посажены они были очень много лет назад. И дышать здесь очень легко. Здесь у нас происходит слияние двух рек. Это Каргалы и Элека. Поэтому, видимо, за счет этого у нас все тут так хорошо, красиво и офигенно. Сейчас мы едем. По узюльку нажмем пока. Вот. Это район, где мы живем. Здесь очень, очень, я повторю, все зелено. Очень много хороших и интересных деревьев. Их тут просто тьма. Они занимают каждое крачом. Помимо этого, садоводы тоже высаживают на своих участках. Огромное количество деревьев. Даже такие большие домики. Красные. Тополя, сосны, ели. Все красиво. Вот домики стоят, утопая в зелени. Свежий воздух, никакой пыли. Все офигенски. Так что рады, что мы именно здесь построили свой дом. И кайфуем. Есть даже дубы. Что большая редкость для нашего города. Вот он, красавец стоит. Просто огроменный. Я даже остановлюсь. Офигенный, красивый. Прям просто шик. Просто шик. Конечно, качество дорог оставляет желать лучшего. Да. Ну, ничего страшного. Это компенсируется деревьями и воздухом, который здесь присутствует. Вот офигенская. Вот это береза. Да, она стояла с украя. Потом сама резко пошла. Сосны большие. В прошлом году стояла абсолютно сухая. Да. Вот есть одна у нас тут береза. Офигенская. Прям как будто бы она с картинки, с интернета. Как будто нереальная. Просто офигенная. Супер. Ивы, березы. Вот девушка в прошлом году от урагана пострадала она чуть-чуть. Вон, смотрите, наш райончик зелененький. Всем удачи. Всем пока. Вот у нас виноград девичий. Просто изгород люди не убирают, доставляют, чтобы больше зелени было. Все круто. Ну вот, мы приехали домой. Все, всем пока. Всем пока, ребята. Настоящий сад, да вот как-то и поступает. Субтитры подогнал «Симон»!